Драфты. Поехали. Течис в бане. Это сигнатурная сигнатурочка. Мы сами против Пангаляров, когда играли еще в старом... Да нет, даже в... Нет, в старом еще было, по-моему. В общем, банили противник постоянно Течиса, Лаундруида, потому что он был там неприятный, сейчас просто Лаундруида порезали, и против него уже понятнее, кем можно еще в миде стоять. Раньше ты не совсем понимал, кого против него пикать. Ну, сильных метровых героев побанили, то есть у нас... Котл, Бессмастер. Беспасами убрали... Не, мне нравится. Шадоу-Шадоу-Прист, наверное, сейчас должен заезжать. Из того, что осталось, да, пока Даззл или Тусик, это такие герои на ферст пик. Даззл круче, потому что на несколько лайнов. Шадоу-Прист точно мощнее, да. А почему именно Фурион? Фурион, ну, посмотрели, как Банцевен в прошлой игре играл, и... Испугались. Очень не испугались. Да нет, ну просто забанили с тем расчетом, потому что не знали, возможно, что банить. Зная то, что с Фурионом командом, может, сейчас много играет, ну и решили убрать. Просто в прошлой игре объективно там был слабый лайнинг, потому что была Винга Фурион. Будь какой-то герой по типу Тусика, это убийственная дабла. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну давай, я поставил на то, что... А мы с тобой вдвоем на Даззл, да, поэтому вы ставили? Ну да, а мы в личном месте выглядим самым логичным. Ну да, я уже готов к шоколадочкам, к раздаче. Либо Тускар, конечно. ФП, парни, ФП. Первый лот, ФП. Не показывай, дабы мы не нервничали, не ошибались. О-о-о, сразу вдвоем по шоколадке. Да-да-да. Как так? На самом деле у меня даже на вторую карту не хватит. Здесь должна быть комбинация, либо выбор герой для Пангалера, то есть Террор Блейд плюс кто-то. Я думаю, это будет... Ладно, заработали как бы. Саш, можно передать. Передай соседу. Держи. О, прикольно. Вот такая вот красивая. Да-да-да. Как маленький Дед Мороз. Шоколад. Давай, ставь. От Рашек. Благо, отвлек их от даблкика, чтобы они не сказали, чтобы шоколадка побольше стала. Да, ты нас отвлек, реально. Ничего страшного. Вот комбинация. Вы решили выбрать такую комбинацию саппортов. Земля, Лич. Земля, Лич. Обсолютно нормально. Оракл очень крут, конечно, прямо сейчас. Оракл, Даззл, мне кажется, сладенько очень. Ну, Даззл может быть ведь тройка и мид. То есть Оракл как пятерка, против Лича и Земли, выглядит типа очень круто. Ну, тусик, ладно. Шоколадка остается дома. Не успел, не успел назвать. Это не супер важно. Давайте все-таки сосредоточимся на драфтах. Упор на лейнинг. Да, просто если они возьмут Оракл, тогда слишком сложно будет драфт сбалансировать по всем остальным задачам. У тебя Даззл, Оракл, два сейвящих героя, не атакующих. И вот просто дальше драфт построить с этими героями будет тяжело. То есть нам нужно не только, скажем так, думать о том, как бы законтрить врага. Потому что против Лича можно взять, не знаю, героя с умонами. Митуза забанили. Тут Скарта Роумер, это сильный лейнинг. И тут ты прав, на самом деле, в этом плане, как бы Оракл, Даззл, гераспик был бы очень каким-то таким вяленьким. Сильных героев пока убирают. Хускара мы, кстати, очень часто видим на 21 пик команды берут. И таких каких-то прям контрпиков в миде пока не было замечено, чтобы вот Хускара прям вынесли перед ногами. Так, убирает Гаргона. Ну, очень силен для Кайпи, очень силен Террор Блейд, поскольку есть Даззл в пуле. То есть Террор Блейд нужно убирать. И также стоит задуматься о том, захотят ли Пангалеры взять Дарксира сейчас. Дарксира из того, что осталось, могут остаться в пуле. Кто еще какой-то для Гостика Брюмастер. Ну, Дарксир по землю, да, такой выглядит хорошим пиком. Ну, из-за того, что это два героя, которые могут у нас уже убежать от Яда, от Угара. Ну, Целлер, да, много играл на Винге, медовой. Ну, у него какие герои? У него Венгал, он Друид. Из последних? Да, да, да. Венгал, он Друид. Ну, так вообще какая-то Пугна, ДК у него есть. На Манки Кинге тоже, по-моему. Пугна здесь пока что не очевидно. Пугна просто всегда сам по себе хороший герой, но здесь как бы нету, ну, явно имбы какой-то. Ну, да. То есть, ну, мне кажется, Пангалеры должны сейчас банить Реорблейда, потому что слишком хорош он с Дазлом. Прям слишком. Но они его закроют морфом, я не думаю, что они его боятся. Они видят уже то, что морф-то пуля остался, они ведь могут легко закрыть этого ТБ морфом. Это да, но я все же считаю, что это равное противостояние. Смотри, бывали морфа, сами, судя по всему, хотят что-то в такого героя выйти. Берут панду, возможно, для того, чтобы Кайпи не хотели брать Реорблейда. Да, и в ТБ сами, скорее всего, планируют выйти на четвертый пик. Ну, мне кажется, он в любом случае должен ТБ. И еще есть кто у нас, Антимаг? Антимага не хочет собрать, потому что тебя закроют ТБ, правильно? Да, такая логика тоже присутствует. Очень круто сейчас сделали на поддрафту Пангольер, если они именно так думают, что враг не возьмет Антимага, потому что у них ТБ. Мне Джаггер нравится на керри. Вот пока против этих трех героев, против Леча Земли и Брилмастера, Джаггер, типа, выглядит круто. То есть тут выглядит Антимаг, выглядит плохо, ТБ выглядит средне плохо, Джаггер выглядит нормально. Ну, либо, скажем так, мы тянем, типа, с выбором кора. Ну, пока что непонятно, дазл как суппорт, как тройка, как мид, может быть. Но все-таки пока мне кажется больше, что это тройка почему-то. Он 7, я, по-моему, ни разу не видел, чтобы он играл или играл. Я вот не знаю, на ком он сейчас, как бы, играет. Знаешь, сложно отследить на всех игроков, на ком они сейчас там спамят. Ну, они сейчас точно должны были брать кора, чтобы оставлять дазл, возможность флекса. Просто дазл тройка, это, как бы, не умето, и многие игроки, не играя на этом дазле, сейчас, как бы, его тренируют. Кентавр. Кентавр, на котором, кстати, Бон 7 тоже играет плохо. Казуальный герой. Я как-то подменял Бон 7 на C9, играл вместо него на Кентавре, так сказать. Ну, здесь сейчас должен быть, мне кажется, либо Террор Блейд, либо Мортрет, мне кажется, должна быть. Да, ну, смотри, ТБ мне больше нравится. Да, мне тоже больше, потому что он отрезает антимага, и он не достается врагу, у которого по шаду прист. Можно и прямо сейчас антимага пикнуть, тоже ничего не мешает, контроля мало на него. Да, тогда там будет Террор Блейд по присту. А потом у него уже есть Бривмастер, на самом деле. Все равно, как бы, они могут себе позволить сейчас любого какого-то керри такого взять, но будет сейчас пик керри героя точно. Давай я поставлю на антимага. Я на Террор Блейд. Джаггер, которого мы думали для Кейпи, да, но Джаггер, оставь себе свои шоколадки. Ну ладно, ну чего бы так. Джаггер с Личом, конечно, очень часто. А сейчас точно надо брать уже Террор Блейды. Так. Учитывая специфику игру Кайпи, где им нужен герой, который точно выиграет им игру. Нага не знаю, Нага им плохая. ТБ я согласен, я просто пока других опций не вижу. Керри героев хороших не так много осталось. Но антимаг на него контроля мало, он тоже может сработать. То есть, в теории, против вот этого Джаггера, как бы, да, это рабочий вариант. При этом есть Прист, который очень сильно может защитить их от агрессии. Тусик Кентауэр, к примеру, какой-то, да, может быть? Вот, возможно, не думаешь в том, что если возьмут Террор Блейда, то его просто придут и задушат Террор Спирит с пандой. Вот, они придут под двумя щитами. Пусть будет антимаг. Нет, Террор Блейд. Отлично. Под шадов Приста. Ладно. Ну, тут хорошо, честно. И Террор Блейд тоже, как бы, мог ожидать, но выбирай между двумя и выбрай антимаг. Пожалуйста. Ух ты, яичко. Еще шоколадочки. Залатка. Так, и давайте подумаем, что осталось. Остались мидеры, правильно? Да. Хотя, может быть, это, может быть, все еще Шадоу Приста, кстати. Кайпи, по-моему, играет через Шадоу Приста. Да, зла, зла его Дазла называют. Почему я все время Шадоу Прист говорю? Да, олды в чате могут не понять. Так, ну, для Селлера, пока из героев, мне кажется... Винга выглядела круче всего, но она в бане. Пугна сейчас какая-то вот может заехать. Теоретически. Ну, пока что не видно против чего Пугна. Честно говоря, нет тавер толстый. Лондурид какой-то мне чуть меньше нравится. Но он темп, да, может навязать. Что еще есть? Лондурид хороший. Лондурид сильный. Пугна всегда хороша. Пугна или ЛД, а ДК еще есть. Можно забанить Пугну и взять ЛД. Так, а у них ласт пик будет. Это, в принципе, преимущество. Я думаю, по пику будет проще отталкиваться. Уже после того, как они увидят пик у Кайпи, и тогда уже... Ну, смотрите, что Кайпи нужно. Кайпи нужен тимфайт. Все-таки думают, что Дазл будет медовой и субпорт. Дазл умеет и банят героя для тимфайт. Это также сильный герой против пандочки. Последний бан остался у Кайпи. Есть такого, что еще есть? Есть какой-то гримстрок. И субпортов. Но это если Дазл умеет. Мы не знаем, Дазл умеет или нет. Тут уже как они сами решат. Тут до конца непонятно. Вот и здесь... Ну, смотри, просто мало героев осталось на 21 пик хороших. В прошлой игре у них был в миде Хускар. То есть я просто для Кайпи, кроме Дазла, в миде я практически хороших опций сейчас и не вижу. Почему? Потому что вот кого они могут пикнуть на 21-й? Условную пугну. То есть ОД здесь плохо по игре против Бривы и Джаггера. То есть пугна тоже, на самом деле, против этих героев как-то не очень выглядит. Не знаю, я не вижу сильного персонажа для них в миде какого-то, который они могли бы взять. Ну, тогда они могут брать какого-то саппорта себе сильного. Зевсбан. Сильный саппорт, который запровадит им тимфайт. Ну, в Зевсане и прошлое игре банили против Терраблейда, опасались всего. Но мало очень осталось опций, если это именно на саппорта какой-то персонаж. Тем более против Джаггера Брю на тимфайт. Короче, я не знаю, испытывают сложности. Рубик. Ну, Рубик как минимум хорош, что у Джаггера можно всегда какие-то классные спелы своровать. Ну, и Бримастера есть шанс того, что он смогут уйти. Лондурит мне кажется хорошим здесь. Да, Лондурит выглядит круто. Рубик, кстати, Даззл – это два таких героя, которых они могут пока что зафлексить. Похоже, что это даже Рубик медовой, потому что Рубик пятерка – это слабый герой. Он не особо поможет на линии. То есть это медовой Рубик, который будет здесь таким активным. То есть и так у них выглядит и лайнинг очень хороший. Да, Лондурит силен. Единственное, что… Ну, я вот думаю, есть ли у них герой победить Сервер Блейда сейчас? Все-таки Джаггер, наверное, не очень хороший. О, Д какой-то, но Селера на О, Д я не видел. То есть, нет, Лондурит через молнии и так далее, как бы это нормально будет. У них АОЕ есть. У них есть Брю, есть земля, то есть у них АОЕ хватит. То есть Лондурит – это пока самый такой, как бы, очевидный вариант. Ну, и О, Д тоже выглядит. Вот Лондурит, О, Д выглядит очень классно. Но он не играет на ОД, то есть ДК есть такого еще, если у него какой-то герой. Либо Лондурит, либо ДК. Еще теперь, если Рубик Орд, Пугна очень сильная тоже. Пугна… Мне чуть-чуть, да. Ну, да мы знаем его, как бы, персонажей. Ну ладно, пусть вот как будто Саня, как бы, этот угадал. Право назвал ее перед пиком. Просто… Просто поназал. Тут заслуживает прямо Деда Мороза, такого шоколадного Пугна. Дрюха, давай по-честному, я тебе тоже нам тоже помогал. Спасибо. Итак, по драфтам, кому можете отдать предпочтение, что вам нравится больше? Я бы больше хотел… Блин, мне оба драфта нравятся, честно говоря. Драфты тоже, но, соответственно, если на победу такой команды, все-таки Пангалеры… Я тоже Пангалер, и Бон-7 на Кентаре играет плохо. Ну, и плюс я вижу Пангалеров более такой темповый пик. То есть, там, знаешь, враги отталкиваются, они могут действовать только по КД форме Террублейда, а здесь на тебя нон-стоп идет Пугна, как бы, давит вышки. То есть, есть еще Брю и Джаггернаут, которые тоже такие очень темповые. И спорты, когда возьмут шестые левела, уже очень сильный тимфайт, как бы, запровадят. Вот так. Отдают у нас аналитики предпочтения как раз-таки пику. Но Пангалер, давайте же посмотрим… Нет, пики оба хорошие, но, скажем так, мне кажется, победят Пангалеры. То какие коэффициенты у нас… Вот как раз-таки давайте посмотрим по коэффициентам, что говорят ES.bet. 1,25 на 3,75. Пангалеров очень неутешительно для Кайпи. Да, они не верят. 1,25 на Пангалеров. Ну, победители… ой, победители квалификации, да, участники мажора. Тут логично то, что они все-таки фавориты в этой встрече. 3 к 1 получается. Получается так. 3 к 1. Так что, ребята, если все-таки верите в Кайпи, на лог КФ можно лить. Ну, а вы не забывайте, что специально к нашему турниру наш партнер ES.bet подготовил страховку для всех ваших ставок как раз-таки на нашем Winter Madness. Поэтому ссылка находится в описании. Регистрируйтесь прямо сейчас, а мы передаем слово комментаторам. Это Texas и ForLiver. Это уже у нас останется, правильно? Ну что же, добрый вечер, дамы и господа. Наконец-то пики ебаны. Подожди к концу, и мы готовы посмотреть дотку. У нас играют Кайпи и Нопенгарьеры матч в формате Best of 1, Texas ForLiver. Погнали! Да, спасибо за слово. Очень было интересно, опять же, выслушать мнение наших аналитиков. Видели мы коэффициенты. Выглядит не жутковато, особенно для болельщиков Кайпи. Но, честно говоря, меня пугает мидрубик, которого выбрали, если все-таки это будет мидрубик, которого выбрали в качестве центрового такого персонажа. Ребята из Кайпи. Но я думаю, что сейчас мы перейдем к игре непосредственно. Узнаем все детали более явно. Вот так даже. Хорошо. Какие еще у тебя мысли по поводу того, что ты видел из героев? Чего ждешь вообще от команды? Да, в целом мне утравится драфт команды Кайпи. И знаешь, у них такой драфт схожий на распи, как играют сами пангольеры частенько. То есть у них так и залетает и Дазл, который у них ходит частенько для центра и керри с позиции ТБ. А, то есть тут ты здесь конишь к тому, что плейстайл в виде одного какого-то сильного кора, и команда пытается играть на него. Да. Вот, возможно, да. Они, кстати, сделали выводы после, наверное, первой своей сыгранной карты, где у них был хускар Атерблейд, на которых можно было, наверное, положиться. У них этот план не сработал. И, как мы ранее отмечали с Дмитрием, как-то без энтузиазма игра прошла. И я вообще хотел бы, чтобы, да, они хотя бы попробовали как-то, может быть, отойти от своей ключевой идеи, попробовать взять задумку другого коллектива. В данном случае как раз пангалеры очень подходят для того, с кого стоит, ну, что ли, скопировать что-то в таком духе. Да, вполне. Знаешь, так в плане прогноза, вообще вот у Кайпи пик такой весьма неплохой. И даже вот несмотря на такую большую разницу в коэффициентах, может быть, момент, что у Кайпи там как-то будет либо идти на равных, либо даже чутка вперед, интересное сообщение, залетая. Так вот, вполне могут немного коэффа уравняться, и можно будет даже сорвать что-то такое вкуснее, нежели 1.25. Согласен. Но меня, если честно, пугает Рубик в качестве кора хотя бы тем, что он довольно уязвим. Мне кажется, что гораздо продуктивнее Заяц, наверное, Спирите может вот отработать в этой карте, в отличие от оппонента его на Тускаре. И именно это может стать ключевой вот такой вот стороной, наверное, где пангалеры будут иметь своего кора, который имеет полностью все, более высокий уровень, возможность ретироваться на другие линии, помогать в то время, как у Рубика такой возможности не будет. Да, я согласен с мнением ранее оглашенным о том, что будет даже шанс, возможно, сорвать Праймал Сплит, но тут нужно быть предельно, вот, наверное, ловким, чтобы до этого дошло. Потому что чисто по игре этот же Брюмастер с Праймал Сплитом должен разбираться с Терроблэйдом в армии иллюзий, контролить, возможно, самого Терроблэйда, убирать его из драки, или, наоборот, я бы, может, старался избавляться от Дазла, чтобы не было грейвов и назойливых попыток убить героя, на которого приходится тратить очень много времени. Вот у меня такие опасения имеются. Ну, посмотрим, у нас пока вот такая ранняя война за баунтируну, и вот сверху все-таки руна для Брюшки, и снизу чуть Казая. Точнее, Зайца от пенали, есть неплохой стан, на его поймали, и, кстати, есть неплохой Фростшилд, и вот он ФБ для Бон Севена, хотя говорили, что он плох на Гентаврия, но ФБ оформил, и флэш тоже пойдет. Один в один. Да, может быть, еще есть шанс, что догонят Сему, сделают фраг, точнее, Слэйра, как он ныне себя называет. Вот он пытается прогреть себе путь, Тангусом пока получается, но боюсту с Карстактимом все же шансов чуть поболее имеет. Естественно, дело, еще один фраг. Ну, Таумеса больше, это проблема. Да, Ботинок сыграл не последнюю роль. Ну что ж, на миде Рубик против Пугны. Вот, интересно будет посмотреть. Да, я согласен, что Телекинез из некоторых ситуаций будет позволять после шестого уровня разграться с данным рассказом в комбо Декрипифай, Бласт и, соответственно, Лайф Дрейн. Но пока можно использоваться таким моментом с Декрипфаем, чтобы мешать добивать крипов и, естественно, как-то выводить из равновесия этого Рубика. Здесь же попытка была, но неуспешная. На краешке совсем ХП уходит у нас Тускар и не будет очередного фрага для Пангольеров. Ну, зато его убили так. Точнее, не убили, а как бы отправили на базу по факту. Пока полечится, пока вернется. Это довольно-таки долго займет у него времени. Кстати, гостика стали, знаешь, на самообеспечении. Пока в соло у нас линия такая триплой. Решили прям вот максимально обмазать Джиггернаута на лейне. Хотя вот суппорты должны сейчас пойти погулять, а то там у нас уже промышляют пулами Бон Севен. Да, но я вообще согласен по поводу того, что здесь сделают ставку на Наива. Прошлая карта уже расставила все точки над И. Было прекрасно видно, насколько это работает. Да и, честно говоря, до этого было много матча исполнения Панголеров и Наива в целом, который свою команду не подводил. Ну, а если где-то что-то не шло, бывали случаи, когда, к сожалению, временные какие-то рамки были переступлены, и в итоге игра заканчивалась, ну, вот немножечко не по сценарию Панголеров, и где-то они проигрывали. Да, опять же, пара финалов, которую я упоминал сегодня ранее, начинали с учета 2-0 в их пользу, после чего они три карты проигрывали. И хотелось, чтобы, конечно, команда больше вариантов имела и могла своего соперника удивить, чтобы после пары сыгранных карт партнерник не раскусил все их плюсы, и в итоге не смог вот так вот по три карты далее отжимать. Да, было бы хорошо, учащиеся то, что команда едет на мажор. Было бы круто, если бы они стреляют там получше, нежели вот на прошлом было у нас для одной команды из СНГ. Да, есть такие сценарии иногда, когда команда попадает через адворы на турнир и, к сожалению, не показывает там ничего. Но напомню, что Панголеры обыграли Virtus.pro, пусть и сыграли они очень успешно с Магнусом. Плюс ПА, что не является комбинацией, которую все пытаются разорвать, не дать одного из этих героев, но в основном Магнуса забрать. Хотя, если честно, Магнус, он работает с большинством, наверное, персонажей, которые в легкой линии находятся. То есть им пауэр здорово, реверс полярити здорово, много ситуаций, в которых это может пригодиться. Но меня немного не в ту сторону, наверное, понесло. Все же Магнуса мы здесь не видим. Вообще, я как-то отметил, что на турнире Магнус стал таким редким гостем. Учитывая то, что на мегафоне на турнире там было 27 пиков и 28 карт всего было у Магнуса. Точнее, банов, не пиков, а банов. Его постоянно банили, а тут как-то забыли. И вот был разок матч, где был антимаг Магнус. И серьезно, там просто максимально простая игра для этой связки. Да, помню такое. Сейчас, кстати, опять видим, что Дазл справляется в одиночку. С помощью Пойзон Тачи делает фраг. Тем временем снизу нас убивает Бон Севна. На Кентаври, опять же, классная комбинация. Распирит может замедлить, Джиггернаут спеет подойти с Блэйдфури. И, конечно же, армор Лича даст также необходимое количество урона и, возможно, где-то замедление, чтобы совершить убийство. Все здорово. То есть, примерно пока по одному сценарию проходит у обеих команд игра. Вот сейчас три игрока нападают на Гостика. Гостик даже шансы спасти здесь имеет. Я полагаю, форма эта потрачена была Террор Блэйдом. Но он продолжит фармить, да? Больше он ничего здесь добиться не сможет. Хотя настойчиво ведут себя игроки Кайпи. Уже ТП на подсейф от Распирита. И должно это уходить Клэп по таврам. Прожимается тактим, но далековато находится ЦЛ основная, которую хотели же забрать здесь Кайпи. В итоге уже сам Тускар попадает в ситуацию, где его добивает вышку. И фраг делится между игроками команды. Но Пангальер. Вот такая вот мне задача. Ну, на самом деле, такой странный Тускар. То есть, у него первый левел, есть только тактим. Нет шардов, нет сноубола еще. И куда он тушит? Зачем так далеко заходить под вышку? Ну, конечно, на фид первом левел это не страшно. Но, тем не менее, как бы вы втроем напали. И еще и фраг отдали. Зачем? О, в центре неплохо подъезжает по мастер-майду. Есть Блаз в лицо. И надо добивать. И это еще один фраг может быть. Но Ферри файр сейвит. И мисс на хайграунд. И еще один удар. Нормально. Да, была даже попытка с Ботла от пиццы. Этого не хватило. И действительно был сделан фраг. Если вернуться к ситуации на топе, то, честно, потраченная форма террор-блейдом и наверняка пак крипов или где-то хотя бы парочек, которых он пропустил. То есть нужно было сразу понимать. Нужно было расставить приоритеты. Если честно, то тут меня парни из кайпи огорчили. Ну да, шарты либо сноуболт. Чтобы это было бы, так бы взяли. И тогда окей. Просто вот, а давайте запинаем, а вдруг убьем. Согласен. Пока можно оценить вижн, команд. Я вижу на центре один абсервер с исполнением кайпи. Вижу снизу также подход на свой лес. Точнее, спаун баунти руны контролируют Нопангалеры. Но и вот еще один клиф на топе. Да, но пока я бы не сказал, что все это нацелено ради попыток какого-либо нападения. Скорее оборонный очень такой вижн на карте расставленный. Ну, кстати, три баунти заветает для команды Нопанга. Там даже боттл дали для сейлера. Есть вкатывание по луфту. Есть бласт. И вот удар нормально. Еще и такой посмертный пинок ему залетает. Хотя вот из-за того, что они сражались, они верхние руду не забирают. Так что все-таки 2-2 по баунтосам. Да, еще немножко показалось, что джигернауту не было необходимости подтягиваться. То есть либо фраг бы получил он, либо оставался бы на линии фармил крипов. Хотя вот, не знаю, трудно. Всегда такие предположения в голове возникают. Но наверняка я не знаю, сколько он пропустил. Действительно ли это имеет какое-то значение. Ну, вот Рубик уже получил шестой. Был неудачный от Зайца Ролин Болдер. Тем не менее, попытки его убить продолжаются. Подтягивается Тускар. Чем он может здесь помочь? Нажимает сноубол. Пытается так вот немного времени выиграть. Замедлите ли там обездвижить персонажа. У него, кстати, получается, в это время Рубик отпевается с ботла. Декрепфайл на себя вешает Сэльф. Тут чуть-чуть Дазу успел подтянуться. Наверняка, который успел Пойзон Тач закинуть по бедолаге Сэльта Даун под дебафом. Но, тем не менее, выживает здесь Пугнащий. Помогает Армор Лича. На всякий случай оказывается здесь Суэр. И вот они возникают коэффициенты на экране. Честно говоря, ничего здесь не изменилось кардинально. Даже хуже стало. Да, ситуация у... Ну, знаешь, там все слишком хорошо. Вот у Джиггернаута уже 40 на 28. При том, что он себе явно будет покупать здесь БФ. А ТБ, конечно, неплохой такой вот. Лесной фармер. Может, где-то там попылесосит. Но, блин, с Джиггернаутом он не совладает, наверное. Так, у меня здесь Дежаву. Дубль 2. И, опять же, убийство Рубика в исполнении Зайца плюс Эллера. И Армор Сема не забыл накинуть. Не знаю, что пытается здесь сделать Тускар. Шансов сделать фраг у него попросту нет. Ну, Тускар тут много времени теряет. То есть у него вот по крипстату 1-1, 2-й левел. И его там еще и под вышкой давят. Уже 3 смерти. Мне кажется, что взяли героя, просто на котором молодой человек, ну, вот, не так много опта имеет. И не может понять, где ему сейчас находиться более оптимальный. Где он может принести пользу. Потому что снизу с Кентавром разбирались. Джиггернаут справляется в одиночку. Ну, он не слэш. Вот не туда, честно, улетел. Ну, да ладно. Хотя и воровный он не слэш есть. Тут есть танк. Он пошел еще и Рубик в бой. Ну, и какой же плотный Джиггернаут еще и вар поставил. Но в 2 раза сломали. Бедный вар детский. Но, тем не менее, МС хороший. Есть еще и вкатывание от Зайца. Это кьюлинг спринь для наива. Ну, и Рубик остался без ничего. Свою идею исполнили панглеры. Просто блестяще. То есть, если изначально, к сожалению, крипы помешали. Потом был ворованный он не слэш. Потом использовал Рубик. Честно говоря, пару прыжков у него по катапульте прошлись. Тоже необходимого урона не было. Но от Джагера видно, что было все под контролем. Паравра из бэндов. ПТ-стики нажал вовремя. Все замечательно. Топе сражения. Попытка забрать гостик очередной от трех игроков к IP. Шардами ему закрыли здесь дорогу. И боюсь, что это, естественно, билет в таверну. Да, он уже немножечко так паровлил таун. Там, понимая, что пути назад нет. На бочонке покатался. Да, здоровский очень тавант в игре. То есть, не у всех персонажей вот настолько, наверное, по-доброму. Ну, тематически скорее вот эти таванты исполнены. О, Рубик остался снизу и по итогу был наказан. В таверну отправляться еще один раз. И тут поймали Бон Севна. Есть по нему Синистр. И Станчик он все-таки не успел кинуть. Люф на месте, но там второй левел Тускар. Так, прилетело. Лишь бы был. Сейчас на топе, возможно, будет какой-то движ. Вижу двух героев и одного бремастера снова. Но, опять же, Даззл с террорблейдом ничего им противопоставить не мог. Даззл постоянно пытается зонить от крипов, если они не под вышкой, да, кормит его поезонтачем. На большее пока, то есть, просто рассчитывать не приходится. Вижу, кстати, пару вардов, которые недавно кайпюснули в лесу у пангольеров. Что они, правда, там сейчас намереваются вот узнать или узреть, пока не ясно. Спавны нигде не блочатся. Никто у нас лесок не подфармливает активно особо. То есть, честно. То есть, если бы был БФ у Джаггера, то он бы в леса ушел фармить. И попытались бы его загангать, но как-то рано зашли. И там Бон Севену поймали. Стан мимо. Ну и благо было еще и мимо замедло от Зайца. Могли бы убить. Да, но все равно шугает постоянно Бон Севен, огоняет. О, там выходит сверху. На хосте Сэлла подъехал и почти давай же сверху души до конца. Вот он минус. Просто высосан был. Только что Бон Севен не отпустили. Еще и вард хорошо сработал на возвышенности. И еще и вышку спушить. Вообще кайф. Да, тут можно как бы просто сделать вывод. У ребят из Панглера стоит Вижн. Там, где они намереваются находиться. Там, где они будут совершать нападения. То есть, что они что-то будут предпринимать. И это вот прекрасно сейчас видно. А те два варда в лесу, честно, пока не хватает у меня ума. Наверное, связать 2 плюс 2 и понять, с какой же целью. Просто, чтобы видеть подходы. Ну, видимо, на агрессию. Там, как-то в центр выйти, погангать. Но как-то поздновато уже. И то, чем гангать. Там тут Скаркойлэйл 3 апнул себе. Да, вот последний раз, когда я его видел на экране, он был 3 уровня. Ну, 4. Ух. Жестко. Прогресс крайне медленный. При этом Гостик уже получил 6-й. Есть в наличии Праймал Сплит. Сейчас могут... Ганг 5. На его пошел. Там просто 5 снизу обитает. В засаде. Ждут. Но, знаешь, как бы Блэйд Фьюри, Телепорт и все. И как бы... Да, единственный шанс это Тускар 6-го уровня с Варллс Панчем. Ну, или там, не знаю, Кентавр бы ворвался на блинке. Но, как бы, такого еще нет. Да, слишком ранняя стадия, чтобы вот об этом думать пока. Да, на вышку свою... Точнее, не свою. А все-таки свою задачу поняли. Пангайеры вышку на топе снесли. Добил ее Сейлер. Денег немного с этого получил. Также будет интересно глянуть, что он там будет собирать. Это Дискор, чтобы, там, не знаю... Ну, возможно, Дагон купит себе. В плане того, что, ну, ТБ-любитель будет на лох-эпе. Можно ему так шарахнуть. Да, тут такая ситуация, что многие герои очень язвимы. И, не знаю, может быть, Кентавр выберет Худ. Со временем попробует собрать Пайп. Ведь магии, правда, очень много. Но его одного даже может не хватить. Опять же, хороший Вижн. Пока переигрывают своих оппонентов по всем вот таким вот мелочам. Пангайеры будут ловить. Ну, знаешь, вот как сильно Бон Севен просел. То есть, вот было заявление от аналитики, что Бон Севен слаб на Кентавре. И мы видим, что 45 против 18 по крипам. Это очень плохо. Это очень мало. Ладно, там, ТБ, Джаггер. Ну, плюс-минус норм. Рубик... Плюс-минус норм с пугной идут. Даже Рубик чутка впереди. А вот Бон Севен прям печаль-беда. И перефарм уже будет 5К сейчас. И было бы неплохо уже и Нетворса посмотреть, что у нас вышло за 10 минут. При том, что сейчас забрали Т2. Пангайеры сами потеряли только Т1. Причем приближаются к хайграунду. Ну, дерзко довольно. Слишком рано, мне кажется, подобное совершать. Хотя... Там бластом под память нормально. Забайдит на телепорт и ушел. И все. Хорошо. Там требуют драка. Прямо калашайный Синистр. Поймали здесь неплохо ТБ. Пошел работать по слейеру. И у ТБ проблемы. Пытается не дальше. Сандер... Нет, просто умрет. И даже не убил Лича. И тут поймали еще и флэша. Ой, как было больно. Бедняга. Даблки для Наива. И уже мега килл оформил. Да, после, конечно, такой ситуации с недобитым даже Личом саппортом. О, сверху развлекается пока Гойстик. Есть Циклон. Есть танк по мастер-майнду. Поехал дальше. Выпил пивка. И поехал в бой. И вот просто иссушен. Два героя сверху разваливают по факту... Триплу. Да, пока не припифайн себя отлично. Кидают Целлер. Делают два фрага. Бластом добивает таким образом. Тускар умирает, правда, после от лап Бон Севена. И посмотрим сейчас, что за погоня будет. Там еще подтягивается желтый. И сейчас Гойстик будет на пацей. Заяц на месте. Есть замедло. Но не хватает по Бон Севену. Въезжает просто до конца гейминг. Но куда ж ты полез? Ну, знаешь, тут уже заигрываются пангольеры. То есть это уже было слишком нагло. Можно было там кастовать ультимейт Брюшки. Подраться там. Отступить Пугне. Брюмастер там в леса подныкался. И ушел с телепорта. Либо хотя бы один герой умер. А по факту умирает аж три персонажа сейчас. Да. А вот и на Творце на экранах. Джиггернаут занимает первую строчку. Не могу сказать, что неоспорима. Да, отрыв у него в районе тысячи. Это не так уж и много. Но вот сейчас он еще вышку добил. Да, и я уже свои слова забираю обратно. Тюрбой. Далее у нас светлое звено команды Кайпи. Но потом Брюмастер, Пугна, Кентавр, который пока, честно говоря, не впечатляет Стампит. Только что был потрачен уже формально, чтобы одного из саппортов забрать. Мелочь просто полная. И вот так вот получается, что саппорты вроде... Ну, кстати, есть вот одно отличие довольно существенное. Это то, что Эр Спирит довольно заметно опережает Дазла. Хотя здесь скорее Тускара, наверное, сказать стоит. Потому что Дазл на линии был прицеплен и просто помогал. Ну да, потому что здесь Кентавр очень слабый. Трепецо, как у Рубика, в принципе. По Нетворсу. Ну, как-то вот эти два товарища не зашли для команды. Сейчас, кстати, был такой забавный момент, когда Тускар просто сразу, не думаю, потратил Варлос Панч и дал свободно Джаггернауту лететь. Не знаю, ребята из Кайпи... Не, ну не факт, что убили бы его. Он там плотный. Там армора где-то 16, а то и больше. Да, ну знаешь, их двое, крипов рядом много. А вот у Джаггернаута есть все мне слэш. Неплохо было бы хоть какие-то тогда ресурсы из него выбить. Может быть, от этого у него желания меньше. Потом куда-нибудь подтягивать своей команде, помогать было бы немного пофармил. Но нет, этого нету. Ну вот, шансы на успехи в этой карте. Тут облюшает, в принципе, тут. Тут все по факту. Залетает. Хотя прифарм не огромный, конечно, 4К золото это еще не изикатка. Хотя вот бонцей у нас здесь поймали. Есть вардецкий. Ну, вард, наверное, был лишним. То есть зачем? Там у Кентавра не так много сплоу, чтобы он себя вардом убил. Ну да ладно, поставил, поставил. Да, но сейчас у Кентавра нету ничего. Есть просто 2000 золота, который он хочет конвертировать в дайгер в скорейшем времени. Видимо, без этого никуда. То есть нужны нападения, какие-то ганги под Смоуком. Хотя бы попытка сделать пару фрагов. Но кого он не убьет и что им это даст? Вот сейчас просто с позиции, допустим, этой игры. Кентавр покупает дайгер, нажимает Смоук. Уйдет со своей командой. Террор Блейда вряд ли он брать будет с собой. Потому что, скорее всего, он будет фармить лес. И вот он возьмется об этом Дазла, Рубика, я не знаю. Кого им по шансам быстро забрать? Там 1200 кп. Попытаться можно. Или даже земелью убить. Он такой дешевый товарищ у нас. Да, пока, кстати, вот Сейлер с линзой. О, вкатывание пошло. Неплохо. Клэп. И вот нормально. Готов минус. Я не чувствую просто команды. Справа я не чувствую, что это команда. Это просто пять игроков, которые бегают на карте пока. И пытаются снискать удачи, но ничего не выходит. Совместные действия у них явно не налажены. Может быть, после какого-то долгого застоя сейчас у парней желание back to game. И вот эти вот пары игр пока, конечно, по ним очень рано делать вывод. Сразу две цели бьют. Поймали флэша. Есть еще и толчок по луфту. А сбить нечем. Или циклон успел? Да ладно, красава. И это минус два героя еще и баунти. Руны для команды. Но пангольер. Да, так получилось, что Росперид, по-моему, пнул специально от руны баунти этого героя. И вот два фрага по итогу парни совершили. Красиво. А что с вышками? Одна вышка на карте остается у Кайпи. ТТ-2 снизу, в то время как еще пять товаров стоят у пангольеров. И тут такая ситуация, что я даже не вижу вариантов, где Кайпи подтягиваются к этим вот вышкам. И хоть что-то сносит, зарабатывают деньги. ТБ, да, где-то фармит. Где-то вот под шумок незаметно, пока его команда сражается. И при этом терпит крушение из-за того, что уже преимущество под 8 тысяч сносит одну вышку. Этим, конечно, огромное количество потерь не компенсировать. Я уже думаю, что в скором времени даже могут смело попробовать пангольеры сдвинуться в Рошпит и забрать Рошана. Да, может быть, у них в этом плане так много урона, но... Первый блин по гостью работают. Маны чутка решили. И добить было бы хорошо, если там Пита телекинад вошел. Как же сложно убить. Но, наконец, отбивают Заяц. Сражается под Магитайзом на месте Сейлор. Но пока телепорт Бонсевна сбить нечем. Мед Юла есть за Медло по Рубе. Ну, ну, хотя бы так. В целом, Рубик это Мита, что пойдет, размен. Хотя, вот, неплохая реализация блинка от Кентавра. Хоть какие-то действия производят. Хотя там в центре, я видел, уже чутка демонтировали вышку от Джиггернаута. Да, вот только что, кстати, ранее упомянутый твой Дагон появляется у Пугны. Теперь я вообще побаиваюсь за жизни игроков Кайпи. То есть, Дазл поймал Декрепифай Бласт Дагон, его нет. Ну, и с Терроблейдом примерно ситуация будет похожа. Ну, вот, Митомофос пошла, есть шарды. Окей, неплохие, но команда рядышком. Сноубол, максимум контроля. Наива убить бы как-нибудь здесь, но не получается. Слишком жирный герой. Бонсевна получил пару оплеук, но все-таки выживает и отгоняет Зайца, пока нас отступают парни из Ноупенгольер. И все-таки будут пережидать мутимейт ТБ. Точнее, мутимейта форму. Да, при этом Джаггер не рисковал, не стал гнаться за, казалось бы, легким фрагом. Понимаю, что сейчас команда просто обратит снова на него внимание, пробует забрать. Спасибо, опять же, Личу за то, что армор вовремя повесил. Я уже просто поверил в то, что сейчас на развороте будет он не слэш и готов будет драться. Джаггер наут. Но было рядом много тиммейтов, поэтому было бы кому, в принципе, дать Сандер. И Терроблейда сразу бы так не забрали. Как-то саппорт вообще просели. То есть вот у Лича уже больше, чем у Тускара. Вообще не показал ничего на стойсик здесь в матче. Мне кажется, вот он шанс забрать Рошана. ТБ форму потратил. И сейчас без нее наверняка дать бой здесь будет очень сложно. Да и в целом мы видим, что здесь нет обилия Вижена. Я вижу Сентрик, да, в исполнении Пангальеров. Контролируют они этот момент. Обсервер у них тоже имеется. Но с вражеским Виженом, точнее с Виженом у Кейпи проблемы наблюдаются. Поставили ворды возле плато, возле руны снизу и все. Да, это мало. Ну вот Тускар был рядом. Шарды дал, в принципе, дал информацию своей команде о том, что падает Рошан. Но они не спешат и не планируют притягиваться. А я из для Джиггернаута. Бэтл Фури, Яша, Манта Стайл на подходе. Что, топать по центру? Ну вот вышек там нет. Там не зайти. Да, я, честно говоря, перфекционист. Люблю, когда все вышки вот изначально внешне сносятся. Дальше, знаешь, такие вот моменты бывают. Драка прошла, снесли там пару голов. Там, ну, учитывая, то, что вард есть в центре. То есть им там удобнее зайти, а вот снизу у них там еще и вышка стоит, еще и шрайн рядышком, телепорт, какие-то там выход спины и так далее. Так проще зайти по прямой. И вот пошла стаффида на поцейв, есть камень в сторону Тускар, он пока выживает. Там вышку у нас спуширует ТБ, но это Т2 вышка, это всего вторая вышка, которая могут спушить кайпю и то, как бы могут. Не так быстро это сделает ТБ без метаморфозы. А тут по д-центру бласты пошли по двум строениям сразу. Ну и как-то не готовы драться здесь кайпю. Да, причем праймал сплит, очень грамотно все сделал, подконтролил именно Рубика, поднял его в циклон, потом нажал способность, чтобы не было воронства. Полетел далековато куда-то в бой, есть по нему удар, Грейв неплохой залетает, пока он взает ДПС, если он не слэш, просто в толпу героев, как же больно. Минус один готов, минус два, минус три, минус четыре и лишь один луфт выживает. Да, здесь заяц, здесь пугный вард, все расставил на свои места, это драка, четыре фрага с нос центральной линии, на топе вышек даже внешних нету, поэтому также можно идти забирать вторую сторону. Но вот эта самая внешняя вышка снизу не позволит забрать еще и третью сторону, тут, наверное, просто времени бы не хватило. Да, там спешить некуда, там даже Айгес остался, потом еще и луфт разминают, и сноуболл, прям, ну, надо увести Слэйр под команду, вот покушать принес, есть Клэп, до свидания. Ну, и тут уже догон во все силы расцветает, такие вот легкие фраги, просто которые воруют наглую. Еще и на платпушку пасет Джаггер, здесь Дезольку, побыстрее, good game, easy, до 20-й закончили. Это феноменальный результат, то есть первая игра уже в целом была сегодня в исполнении пангольеров довольно уверенной. Да, в целом ожидалось такой исход, пангольеры играют сейчас весьма круто, а вот Кайпи, я не знаю, как-то давненько их и не видел, в принципе.